Всем привет! Сегодня у нас очередная готовка для марафона. Я перед работой сейчас наготавливаю, потому что вчера пришли поздно, я устала и готовить уже не могла. Я приготовила, могу поквасаться вам зеленый горщик, правда, в него я добавила еще морковочку, потому что я очень люблю морковочку в супе. Также я что тут делаю сейчас, яички у меня охлаждаются, уже курочка замочена. Это будет для бедрышек с горчицей и с медом. Делаю первый раз, надеюсь, у меня они получатся. Также фарширую перчики с курочкой и с сыром. Все, видите, все по весам. А еще хочу похвастаться одной штучкой, что так как надо проходить не меньше 10 шагов в день, я с чем хожу? Ха-ха! Та-дам! Да, я хожу с шагометром. Теперь я хожу с шагометром, но шаги не нахаживаю, поэтому хожу еще на дорожечке. Повар с меня, конечно, начинающий, потому что надо было, оказывается, чтобы эти бедрышки получились, у меня блюдо с макота, надо было бедра замариновать в этом горчично-медовом соусе. Но я вчера, я же говорю, так как я была очень уставшая, из этой жары, конечно, она меня убивает и уничтожает, то я только переписала, вот я же говорю, по тетрадочке делаю, мне гораздо удобнее. Посмотрела, что готовится много, но думаю, нет сил, приготовлю завтра с утра. А сегодня встала, начала читать меню уже, ну как, ясным разумом, и понимаю, что бедра как минимум надо было замочить с ночи, ну то есть это я вполне могла сделать, потому что они у меня были не заморожены, и это можно было сделать, и сегодня их кинуть, там, не знаю, еще не помню, в духовку или куда-то, или не в духовку, ну в общем, были бы они у меня готовы, но ничего страшного. Так, как вам мои реснички, видите? Глазки вообще, да, такие, клип-клип. Хотя, опять же, скажу, мне нравится, вот когда сейчас в начале, да, первую неделю, их сильно много, они такие сильно яркие глаза, мне нравится, когда они немножко осыпятся, и будут более натуральные, их будет немножко меньше, ну а если изначально их меньше делать, то тогда они осыпаются быстрее, и, ну, как-то вот не то, поэтому делаю вот уже полностью, как оно положено, и потом уже хожу, оставшиеся две недели уже с красивыми глазками. Пишите в комментариях, делаете ли вы реснички, как вы их делаете, какой размер вы используете, как вам больше нравятся, такие большие или поменьше. О, зазвонил будильничек, поэтому я сейчас заглянем, что у нас получилось с фаршированными помидорками. Так, а ну, Захар, смотри, что у нас получилось. А вот, а вон, Сады, нормально. Уже все готово? Да. И нормально, и сытненько, с курочкой будет. Ага, курочка, яичко, помидор, помидор, да, и сыр. А, и сыр. Да, 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 все остывает. Так, лучше закрыть, чтобы оно не этого, да, чтобы оно было, доходило, как бы там, если оно не засохнет. Все. Это пицца, если я оставляю, горщик есть. Котик. Да, Фабка? Фабиан у нас знатный охранник еды, да, Фабочка? Он все охраняет. Он все охраняет этот хвостик. А ты что делал? А ты что делал? Что? Что? Что скифуша? Что скифуша-попрыгуша? Скифуша-попрыгуша. Да? В 19-м закончился. Хорошо. В общем, были мы сейчас у Зубнова. Захару у нас радость. Захару сняли капу. Вот. Но сказали сделать, пойти сделать панорамный снимок, для того, чтобы понимать, какие там, что у него с зубами. И я вот, ну просто мы панорамный этот снимок делали, когда, Вал, Вал, не помню. Захар, когда мы его делали? В марте, по-моему, мы его делали. В общем, я дома его так и не нашла. И поэтому сейчас поедем, заедем в больницу, там, где делают этот панорамный снимок зубов. И спросим, может быть, возможно сделать копию. Потому что я нашла копию, но она за 18-й год. Я думаю, что, ну как бы у Захарки уже поменяли, зубки. И надо, наверное, чтобы было все-таки более свежее, чтобы он смотрел, что рвать, что не рвать. Это с нами сегодня кто едет? С Киев-Фоуса едет. Да, мальчик? Так что он едет с нами и будет сегодня с нами везде. На релокоптуре. Да. Ой, надо, слушай, надо еще перезвонить на станцию, потому что я на седьмое число, я записана на ТО, а ТО, получается, у меня приходится, когда мне надо будет везти маму в аэропорт, в другой город, потом на следующий день Машу встречать с утра и, наверное, надо перенести это ТО на, там, не знаю, на другую дату, потому что я боюсь, что мало ли вдруг, что там, как неизвестно, что они меня там найдут, увидят, да, и мне нельзя остаться без машины, поэтому, да, сейчас, наверное, Захар, я перезвоню и перенесу, и попробую перенести дату. Чего грустишь? Так, бери мою сумку, пошли. Нет, Скифуша, ты место охраняешь? Классно, люблю такие песенки. Захар, бери мою сумку, все, погнали. Я наоборот, не навяжу. Ну, потому что ты из другого времени, а я скажу, Скифуша, а мама скажу, у нас из другого времени, поэтому маме нравятся совершенно другие песни. Так, все, Скиф, охраняй. Захар, мою сумку возьми, сумку мою возьми, что ты встал? Воспитанные мальчики девочкам сумки носят. Ой, да. И вот это убери на ту сторону. Причем, идем в панораму сейчас, возьмем снимочек. И уже почти ничего не осталось. Мы счастливые обладатели копии, я не ошиблась, мы ее делали в этом году, так что вот наша копия. Сейчас мы ее завезем зубному, и он нам скажет, надо ли что-то Захару удалять, или ничего не надо удалять, все у нас хорошо, оно выпадет само. Кто у нас тут охраняет? А тут у нас Скифуша, главный охранник. Так, Скифуша. Скифуш, давай на ручки, опа, на ручки, опа. Молодец. Все, поехали мы дальше. Надеюсь, что скажет доктор, что зубы тебе вырывать не надо. У нас открылся новый ресторан, он сейчас работает в тестовом режиме. Смотрите, как здесь красивенько, все так прикольненько, и симпатичненько. открытый мангал, тоже здорово. А я не подхожу, я так стою, для пиццы. Вы же пиццу заказали, но как? Да? Ничего, у этого улицы нету? Ни садочка, ничего нету? Детский сад для кого? Для детей. А кто открыл детский сад? А кто-то просто арендовали? Да. А, то есть, туда вообще прохода нету? А, я поняла. То есть, вот это все место, то, что осталось? Да, все, что осталось. Крут будет еще это делаться. Ну, фасад, наверное, как-то закрывается постепенно. Нет, не остановаться, а там садится. Красиво. Ну, все равно прикольно, так здорово. А раньше здесь был такой садочек, можно было пойти посидеть, там елочки росли, так все красиво. А сейчас, оказывается, мы сделали детский сад. А наш детский сад, вон, пишет, пишет уроки. Он пошел интересоваться, где был детский сад. Ну, тебе это же больше всех надо. Так что сейчас вкусно покушаем, посмотрим, что здесь готовят. Потому что мы заказали разные. Я взяла рыбу, взяли пиццу, Захару, мама взяла. А что ты себе взяла? А мама взяла себе суп? Все можно, но уже твоя пицца, ее уже вон разрезали, сейчас тебе ее дадут. Но ты сейчас ее есть не будешь, сейчас есть будем ее мы. Ой, маслицем как вкусненько поливают. По-моему, я же не пью, когда ем. Ты воду не пьешь? Когда ем, я не пью. Я тебе все, и графин убрать. Спасибо. Пятная собрала? Да-да-да, спасибо. Ну, какая красивенькая, такая большая. Они не любят. Поставь информацию. Пересылай. Все, я отберу. Вкусно? Хорошее, да. А салфетки еще? Спасибо. Спасибо большое. Ну, что я тебе могу сказать, что тебе повезло. Не, пить мы не пьем. Погадай. Боже мой, вода. Это твоя вода, я к тебе отзываю. Так что, соли? Это кому? Да. Да. О, ты видишь, его многое. Блин, это все выяснило. Надо быстро кушать. Так, ну что? Приятного аппетита. Вкусно? Дай мне. Дай мне. Ай. Артишок, я хочу артишок. Вяленые помидоры и тоже какие-то кусочки пиццы, да? Ну, наверное, да. Сырные или это, наверное, нет, это не пицца, Полина. Это что, уже моя рыба? Это уже мой суп. Да, оно, кстати, аккуратно не повредит. Блин, как же мы не успеваем все. Можете поставить вот это тоже, потому что мои локти могут все сделать. Слушай, рыбка маленькая, но очень симпатичная. Да, вкусно? Вкусно. Да. Очень быстро кормы сливы. Киэла каждый день, мне так она не нравилась. Что такое? Там они были еще фаршированы сякачу. Что такое артишок? Овощ такой. Это что? Овощ такой с листиками. Это артишок. Он артишок, он не делает больше шоком. Вот такая штучка продается. Шишечка в Испании с листиками. Ммм, помидорки такие вкусные. Реально все очень вкусно. Бургалка пиццу не есть. Очень вкусно и очень быстро. Не быстро и вкусно, да? И помидорки очень вкусные. Ты рожок, Карина. На. Ты мне еще даешь? Ну да, я ведь вверх. Вот эту картошку я возьму, я это люблю. Я тоже ее попробую. Нам это самая маленькая сковородка в мире. Она может быть горячим. А вот когда я была в Испании, то там в супчике было бы штук 5 этих креветов. Гаспачо вряд ли. Она спирт будет, острое. Острое? Тихонечко занырнем маме в суп. Ну, гаспачо это же вообще мясное или нет? Нет? Овощи перемиренные. Овощные. На основе томата. Вот есть село необразованное. Гаспачо оказывается это перемолотые овощи. С кривитосиком. А ваше здоровье? Ваше здоровье. И уже почти ничего не осталось. Вкуснейшая еда. Помните, вы все должны делать отлично, потому что потом в Ютубе это все увидишь. Ротвейлер только, видишь, с хвостиком. Сейчас вот это, ну, хвостики не убирают, и получается, ну, не до собака. Ну, не знаю, но раньше я считаю, когда вот все-таки были по породу, что ушки должны стоять, хвостик должен быть там обрезан, или там три четверти. Или как-то было все-таки более выделяло породу. Вот даже мой скифуша, да, им тоже раньше обрезали хвостик и оставляли маленький кончик. А вот, как эти защитники, зоозащитники, да, ну, я не знаю, в чем смысл. Это делается щенку так же, как вот прокалываются уши, да, там, я не знаю, в каких-то странах там шея, это одеваются какие-то кольца. То есть сделано оно маленькое, оно под наркозом, ничего не чувствуется. И себе это хвостик, это же, ну, как бы, балласт для собаки относительный. Поэтому коту нужен балласт, потому что он прыгает постоянно. Ему нужен этот балансир. Не балласт, а балансир. Так, а там я по-главному... Вот такая же собака, вот это большая, а что? Ну, я говорю, когда с хвостом это собака, ну, не до собака, как по мне. Ладно, не знаю, как вы, но я поела, например, очень вкусно. Прямо очень вкусно. И немного так все в меру. И не переела. И вкусненько, и по цене, я считаю, тоже вполне нормально. Картошка была лишняя, реально. Картошка, это картошка, ее можно, мне кажется, покушать и дома. Пишите в комментариях, любите ли вы кушать картошку где-то, или все-таки дома, или это картошка фри, или это картошка не фри. Тоже интересно будет, как, чем... Что такое картошка не фри? Ну, картошка не фри, это то, что ели мы сейчас там, не до поселянских. Есть поселянские, которая в масле там обжаренная, в казане. А у нас сейчас было с какими-то... Они здесь перепрыли. А оно же все перекрывает эту улицу. Там нельзя ехать дальше. Я вчера там уже на этом споткнулась. Я объезжала еще полгорода. У нас в городе очень любят рыть улицы. А у вас? А у нас любят. Так что, друзья, тоже пишите все-таки, интересно, где вы живете, как у вас власти вашего города роют улицы и следят ли за городом. Потому что у нас город почему-то, как сказала я еще в другом видео, позабыт, позаброшен. Но ничего нас это не останавливает. Мы все равно тут живем, мы все равно тут работаем, что-то делаем. Сейчас вот тоже едем по работе. Можете меня не спрашивать, почему я часто бываю в рабочее время с мамой. Я вам открою секрет. Открою его только тому, кто напишет комментарий, поставит лайк и обязательно подпишется. Личным сообщением отправлю, почему я в рабочее время с мамой. Это обещаю. Ну что, вот и закончился сегодняшний день. Закончилась, можно сказать, рабочая неделя. Не знаю, как вы, но я всегда рада. В пятницу, что будет конец. Хотя работа у меня не нормирована. То есть у меня нет такого, что я работаю там с восьми до пяти, да, или там как-то. То есть я, если надо, я выхожу в пятницу, выхожу в субботу, выхожу ночью, утром, днем, вечером, не имею значения. То есть график, ой, даже камера этого испугалась и куда-то улетела у меня с машины. Поэтому я, хоть и пятница, может быть, суббота будет рабочая, но я все равно радуюсь ею. Поэтому едем сейчас со скифушей домой. Заеду сейчас еще в магазин, куплю еще этих куриных крылышек, чтобы доготовить уже свое блюдо под названием смакота. Утром я готовила, но мне не хватило. У меня, получается, было очень мало. Там шесть, по-моему, этих крылышек. Ну, я посчитала, что нет смысла как бы в духовке делать шесть крылышек, потому что ну, это реально на один раз, а это неинтересно. Поэтому хочется, чтобы, знаете, как говорится, друг другу в рот не заглядывать, сесть и покушать там сколько захотел. Они там одно крылышко тебе, полкрылышко тебе и вот и вся, как говорится, все закончилось. Поэтому заедем сейчас еще купим еще крыльев. Я их сегодня вечером намариную и как в рецепте, то, что я не досмотрела вчера, может быть, это даже было и хорошо, потому что я сегодня их на ночь замариную, завтра утром поставлю в духовочку и будет у меня вкусное блюдо. Очень нравилось и всем моим домашним тоже кушали с удовольствием, потому что порции получаются большие, а я кушаю по граммам. И остается много, поэтому скармливаю их ребятам. Ну, ребята с удовольствием кушают. Очень рады, что я пошла на этот марафон, что я начала готовить. Честно говоря, нравится, что там по рецептику, я себе там это делаю. Так что, спасибо за то, что меня смотрите, спасибо за то, что подписываетесь на канал, а кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну и до скорой встречи, до завтра. Всех целую, обнимаю, обожаю. С вами была я, Полина. Пока-пока. Ехала я домой, уже с вами попрощалась, да, говорила, что все. До завтра. А еще я бы не добавлю, чтобы все было. Оказывается, что вечер перестает быть таким томным. Томным. Сейчас будем чипить. Как? Чипить. Я даже такого слова не знаю. А что это такое? Ну, это у меня в Харькове парень, тоже любит, ну, колья накурить. И у него постоянно в Инстаграме мы чили. Ну, вот мы сейчас будем чилить. После двух шампанских будем потом орать в карбате. Сейчас еще покажу новый микшер. Два новых модных микрофона. Подожди, меня это... А главного контингента, он сидит уже очередь, Дима. Петь будет. Уже заняли очередь. Котик уже в очереди. Фабочка, ты первый в очереди на попеть или на попить? Кстати, выгодное животное не пьет, а поет. Да, Фаба? Особенно по ночам, скажи, да, скотина мамина? Скотина мамина, кто вчера орал ночью? Такая вот у нас классная штука такая. Дима, шоу какая-то фигня выпала с нее красненькая. Нет. А, как ты так делаешь? Давай. А ну. Я колдую, ворожу. Ха-ха-ха-ха. Я руку протяну и так близко. Вкусно, да? Он кажется, мне, но мне не надо, нет. Но нет и не надо. Я же с ног не знаю. Я руку протяну и так близко. Он кажется, но мне не надо, нет. Можно? Но мне не надо, нет. Классно, я хотела начать, но припоздала. Да. Следующая песня. А шо следующая? Какая? Маргарита, как называется? Как называется? Бьянка. Я же готовлюсь тоже, так понимаю. Так, давай мне слова. Ну, на планшете, на планшете включить слова. На, я тебя включу. Наверное, был неправ я, даже я готовлюсь. Наверное, делал больно, но обиделся обидой. Наверное, был неправ я. Давай ты он, а я обиделся. Ты мне раздай эти слова? Давай, я буду. Ну, меня опять оставили без этого. Пожалуйста, довольно, я буду самой, поверь мне, прошу, и буду странно, с теми день рву. Ты наполняешь мою пустоту, я за тобой не нахожу. Я теперь нашел, абсолютно все, все, что надо мне. И чуть-чуть еще, вот моя спина. В мире пожелают три миллиарда женщин. Красивая? Очень красивая. И я. И очень красивая. И очень красивая. Ты хотела уходить и смотреть, как я буду потом. Бежать за тобой вовсиком. Сегодня, сегодня. Котик в шоке. Завтра я запомни мой сладкий. Как люди, а я супер жежда. Ууу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok